20 тысяч рублей на текущие расходы смогут получить российские семьи из средств материнского капитала. Соответствующий законопроект сегодня внесен правительством России на рассмотрение в Госдуму. О новой антикризисной мере поддержки, а также о других новшествах, связанных с материнским капиталом, узнаем из материала Елены Лыковой. Получить наличными 20 тысяч рублей, потратить их на свои нужды. Таким образом, федеральные власти решили поддержать семьи с двумя и более детьми во время нынешнего кризиса. Планируется, что документ, внесенный в Госдуму 17 марта, будет принят Нижней Палатой Парламента в майскую сессию. К слову, подобная антикризисная мера в нашей стране уже использовалась в 2009-2010 годах. Тогда на руки средств семейного капитала выдавали 12 тысяч рублей. Только в Волгоградской области за этими деньгами в пенсионный фонд обратились 68 тысяч человек. А сам размер единовременной выплаты в регионе составил 800 миллионов рублей. Причем волгоградцы, которые в прошлый раз уже обналичили часть мат-капитала, смогут сделать это снова. Ограничения проекта федерального закона не содержат, и те граждане, которые уже воспользовались своим правом и получили единовременную выплату, смогут вновь обратиться при наличии их желания на получение данной выплаты в пенсионный фонд с соответствующим заявлением. И еще о новшествах, связанных с госпрограммой. 20 марта вступает в силу федеральный закон, который запрещает микрофинансовым организациям работать с материнским капиталом. Как правило, семьи направляют в подобные структуры средства государственного сертификата для погашения обязательств по займам, выданным на приобретение квартиры или строительство дома. Но здесь бы мне хотелось обратить особое внимание, что данные требования закона будут применяться лишь в том случае, если правоотношения между гражданами и микрофинансовыми организациями возникли после 20 марта 2015 года. Вероятно, такое решение связано с попыткой защитить средства маткапитала, а значит и права детей, благодаря рождению которых родителям и выдается сертификат от мошенничества. По данным МВД России, за последние несколько лет в стране выявили свыше 4000 преступлений, связанных с незаконным обналичиванием семейного капитала. Почти в каждом четвертом случае средства госпроекта направлялись в микрофинансовые организации. Елена Лыкова, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».